Мир вам, братья и сестры! У нас сегодня очень важный день. Я бы так сказал, что этот день помогает нам готовиться к вечности. Вечеря Господня помогает нам ждать Господа, и Вечеря Господня помогает нам быть готовыми. Мое желание прочитать вот это установление и из этого текста взять несколько мыслей. Первое послание Коринфянам, глава 11. Я читаю очень знакомое место, давайте мы вот так медленно прочитаем его и с сердца выникнем. Я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, взял хлеб, и возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть дело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Так же чашу после вечерей и сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить мое воспоминание». «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню, недостойно виновен будет против тела и крови Господней, да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господне. Оттого многие из вас немощны, больны и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, братья мои, собираясь на вечере, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочь устрою, когда приду». Апостол Павел в очень такой торжественной форме, в таком возвышенном тоне, говорит о вечере Господней, о значении вечере Господней. И он говорит, что всякое вечере Господня, которое будет совершаться на всяком месте, должна возвестить смерть Господа. Это самая сильная проповедь. И когда люди видят правильное, достойное участие в вечере Господней, Бог прославляется. Смерть Его возвещается. И рассуждая об этой мысли, апостол Павел, добавляя, говорит, если это так, а мы верим, что это так, к вечере надо готовиться. К вечере надо готовиться. Человек должен испытывать свое сердце. И вот на эту тему мне хотелось порассуждать. Подготовка к вечере Господней. Мы уже несколько слышали об этом. Или, как испытывать свое сердце? Что значит достойное участие в вечере Господней? Писание говорит нам, да испытывает же себя человек. Это ко всем. Абсолютно ко всем. И к тем, которые выходят за стол, и к тем, которые будут брать кусочек хлеба, и пить глоток вина, это ко всем. Это не выбор. Это требование повеления Господа. И никто не имеет права прикасаться к вечере Господней, если он не испытывал свое сердце. Это требование Господа. И если мы выполняем это требование, и потом участвуем верно, это приносит нам необыкновенную радость. Это является для нас большим благословением, и силой для того, чтобы готовиться к вечере Господней. Когда надо готовиться к вечере Господней? Я слышал такой случай однажды, знаете, я не знаю, как у вас, в многих местах вечеря Господня совершает первое воскресенье месяца. В одной церкви одна сестра спутала эти воскресенья. Бывает иногда в месяце пять воскресенья. Я надумал о вечере Господней. Приходит обычное собрание, просто пятное воскресенье месяце. Она говорит, а что вечерей Господней не будет? Я говорю, так может первое воскресенье? Ой, а я, говорит, уже целую неделю в карты не играю. Она каким образом готовилась к вечере Господней? Последние недели, некоторые, последний день, некоторые, начиная с пятницы, усиленным образом звонят по телефону, договариваются, ты прости, если что не так, или перед самым собранием, давай увидимся, чтобы с чистым сердцем выйти и участвовать в вечере Господней. Это неправильно. Да, это надо делать. Но к вечере Господней надо начинать готовиться сразу же после участия в вечере Господней. Вся наша жизнь это непрерывный процесс постоянного приготовления к этой святыне, которая помогает нам жить правильно пред лицом Господа. И это чрезвычайно важный момент. Да испытывает же себя человек, и мы должны это делать в присутствии Божьей. Кажется, понятна мысль, правда же? А вы же всегда пред Богом это делаете. Но я заметил, что иногда, когда мы акцентируем эту истину, подчеркиваем ее, люди по-другому ведут себя. Однажды мне пришлось беседовать с одним человеком, были нарекания многие, и он имел какие-то вольности по отношению к противоположному полу. Вы знаете, это была неприятная беседа. У меня самого был осадок на душе. Я очень с ним строго говорил. Ну, кое-что ему признался, и я так видел, что он не до конца раскрывается. Ну, я и не требовал этого. Я хотел, чтобы он просто покаялся, начал новую жизнь. Мне его было просто жалко. И в последний момент вдруг я его спросил, слушай, а ты случайно своей жене не изменял? А у него же жена умерла. Он говорит, да вы что? Нет, конечно. Ну, как можно даже задавать такой вопрос? Я говорю, хорошо. Я ставлю вас в присутствии Божьем. И вы сейчас перед лицом Бога это повторите. Если этого не было. Если вы чисты в этом отношении. И я ему тут же привожу один пример, как Бог поразил одного человека буквально в течение часа за неправду. У меня был такой печальный опыт с одним человеком. Я говорю, все, становимся на колени. Он говорит, брат Франц, подожди. Брат Франц, подожди. Я говорю, что такое? Я должен подумать, я должен подумать. Подождите, я подумаю. Так, 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 так. А, было, точно. Один раз было. Знаете, мне стало страшно. Я ему говорю, слушай, если это было, тебе надо думать об этом? Такие вещи разве забываются? Если Господь простил тебя, да, и аминь. Но если ты ведешь двойную жизнь, и я боюсь, что некоторые люди, когда мы говорим об испытании, о подготовке к вечере Господней, к этому подходят слишком легкомысленно. Представьте себе, если бы мы сто процентов были бы уверены сейчас, что недостойно участие в вечере Господней повелечет за собой физическую смерть. То есть человек, который сейчас бы недостойно участвовал бы в вечере Господней, взял кусок хлеба и упал бы замертво. Я думаю, что некоторые бы не рискнуты. Но Писание говорит нам, что если мы не будем участвовать в вечере Господней, мы не будем иметь вообще счастья с Ним. У нас нету шансов войти в жизнь вечную. Кто не будет есть плоди Сына Человеческого и пить крови Его, не будет иметь части со мной, сказал Иисус. Мы читаем об этом в Евангелии Теана. И поэтому мне это очень было по сердцу мысль, которую Господь нам говорил уже через брата. У нас просто нету выбора. Писание не говорит нам, чтобы мы испытывали свое сердце, а потом принимали решение то ли участвовать, то ли не участвовать. Правильное испытание приводит к участию через покаяние, через освящение, через исповедание, через налаживание отношений. Но Библия говорит нам, без этого мы не имеем права прикасаться к вечере Господней. Это требование Господа. И апостол Павел говорит, я получил это от самого Господа. Он мне лично это открыл, как нужно совершать эту святыню. Надо готовиться. Как-то перед одной вечерей Господней ко мне подошла одна сестра, очень взволнованная в начале собрания, и говорит, брат, я хочу спросить вас, я могу участвовать в вечере Господней или не могу участвовать в вечере? Я говорю, я не знаю. Ну я ведь вам нарисую картину. Вы знаете, так получилось, ну вы знаете, мой муж неверующий, такой скандальный человек, говорит, ну слово за слово, вот, короче, мы с ним поссорились. Вот сегодня утром, говорит, мы с ним поссорились. Но я попросил у него прощения. Я могу участвовать в вечере Господней? Я говорю, я не знаю. Ну как? Ну вы мне даете право? Я говорю, Библия мне не дает право, вам это говорить сейчас. Написано, да испытывай же себя человек. Я не хочу, чтобы вы участвовали в вечере Господней, и потом говорили, а брат Франц сказал, я имею право. Да, есть определенные моменты, которые Библия дает право служителю ограничить или допустить до вечеря Господней. Но я говорю, я не знаю, с каким тоном вы просили прощения. Я не знаю, простил вас муж или нет. Может быть, вы это сделали поверхностно. Может быть, вы грубили, а сказали, ладно, не обижайся. И некоторые думают, это уже прощение, это уже покаяние, когда они просто акцентируют этот факт. Я говорю, проверяйте себя. Библия говорит, да испытывай же себя человек. Сам, да испытывай же себя человек, и таким образом, пусть принимает решение, ты становишься предсвятым и праведным Богом. Писание говорит нам о том, что недостойное участие в вечере Господней, это значит стать виновным против тела и крови Господа. То есть бесславить того, в честь которого вообще это служение. Это же ужасно, правда же? Представьте себе, в честь Господа сегодня мы здесь собрались, чтобы в видимых знаках вспомнить его, ломимое тело и пролитую кровь, и это служение будет бесславить его святое имя. Я представляю себе, как Сатана, наблюдая, и духи зла за этим будут говорить, вот это твои дети, вот так они чтут тебя, вот так они любят тебя, вот что для них твоя жертва, твое ломимое тело и пролитую кровь. Это игра. Братья и сестры, это чрезвычайно ответственно, и это чрезвычайно благословенно. Это величайшая святыня, в которой мы можем подчеркнуть силы, еще один шаг сделок ближе к вечности. Вечерие месяца мы поучаствовали, и когда мы правильно участвовали, вечерие Господни подготовленные, когда мы испытывали свое сердце лично, регулируя отношения с Богом, это дает нам столько силы и столько радости, что мы будем готовиться, мы будем ждать, ждать следующей вечери. И таким образом, вечерие Господня помогает нам ожидать Господа. И это очень важно. Мы должны сами проверять свое сердце. Как часто? Каждый раз, всякий раз написано, всякий раз, когда мы едим хлеб и пьем чашу, да испытывает у себя человек. И таким образом, пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Что нужно испытывать в себе? Это тоже очень важный момент. Что мы проверяем в себе, самих перед участием в вечерии Господней? Во-первых, мы определяемся в праве участвовать. Имею ли я право участвовать? Я иногда замечал, в некоторых служениях, смотрю, человек участвует в служении, поет, стихи рассказывает. В вечерии Господня он не участвует. Я спрашиваю, это что, не член церкви? Да нет, он член церкви, у него там напряжение с кем-то. Я говорю, почему он пел? Ну, это же только петь, а это вечерия. Я не понимаю, как может человек, который не достоин приобщиться к теме крови, участвовать в служении, когда у него было это моральное право, он должен был приготовиться. Это было бы совершенно верно. Это очень ответственно. Это не так просто. Иногда это трудно. Но Писание говорит нам, что мы должны проверять себя на право участвовать. И это очень важно. Не я ли Господи? Не я ли Господи? Не я ли Господи? Знаете, когда Иуда сказал этот вопрос, он сказал, не я ли Раби? Он даже не смог произнести Господь, потому что у него был другой Бог. Он был вор, написан. Он носил ящик с днегами. И это было очень печально состояние. Если Он Господь, если мы действительно отдаем отчет себе в этом, это очень важно. Это непросто. Иногда Дух Святой, знаете, вот так обличит. Как это открыть? Стыдно открыть перед своей семьей. Жене трудно открыться перед мужем, мужу перед женой, перед детьми. Но если жизнь не соответствует, тогда это правильно привнести в свет, покаяться, отрегулировать. И потом участвовать в вечере Господней. Однажды мы были на одном служении, в одном российском городе, и тоже была вечеря, там не было рукоположного служителя, и нас попросили совершить там вечеря. И как раз вот так тоже Бог положил на сердце обратить внимание на подготовку к вечерей, вот на правильное, достойное участие. И мужу взяли хлеб, помолились, не помню, преломили уже, не преломили, но уже я собрался его, чтобы мы раздавали. Вдруг из хора, это мальчик не хор, хоровая группа такая, встает один мужчина, говорит, подождите, подождите. Ну все там замер, что-то такое, знаете, нарушается вот забрание, но это правильно, когда дух касается, пусть все нарушается. Духа нельзя угожать. Он встал и говорит, я должен что-то сказать. Я не могу так участвовать. Поворачивался к одной женщине, это казалось его жена, я всего этого не знал, говорит, Валя, прости меня, прости меня, я не могу с таким сердцем участвовать. Материна, вскакиваешь в слезах, и ты меня прости. Он говорит, прости, я был груб. Я повышал голос, когда мы выходили сегодня с дома, выходили, и она где-то замешкалась, там, знаете, ну вроде бы мелочь кажется, да, ну просто грубо что-то сказал. Она говорит, да сама виновата, ты меня, Василий, прости. Попросили они прощения. Вы знаете, прям в вере мне духа почувствовала собрание. Друг смотрел, другой человек встает, третий встает, четвертый, и люди начинают просить прощения. Оказывается, между ними были конфликты, были, знаете, оппозиции, были разные группировки. Я всего этого не понимал и не знал. Небольшая группа, верующих даже, но они собрались приобщиться к телу Господнему. И это бы оскорбило Господа. И Дух Святой был бы обесславлен. И Господь был бы обесславлен, в честь которого было это собрание. Но когда они честно, искренне, попросили друг у друга прощения, и мы еще раз помолились, и они сказали, Господи, прости нас, и мы хотим по-другому теперь, нам стыдно вот так прикасаться, омой наше сердце, очисти. Вы знаете, я в многих вечерях участвовал, но это было особое вечерение. Он был нам так близко. И было такое умиление, и было такое благословение. И я так думал, возвещается смерть Господа. Кровь Ему была не напрасно пролита. Мы как бы свидетельствовали друг другу, что сила крови Христовой, она действует в нас. Мы очищаемся, мы умываемся, и это правда. Это реально было. И люди с таким радостным сердцем, сиянием во взоре расходились после этого собрания. Это действительно верно. Мы должны испытывать себя на предмет веры в то, что обозначали этот хлеб и это вино. То есть, верю ли я, что этот хлеб напомнит ломимое тело, и чаша с вином напоминает нам пролитый кровь Сына Божия. Это очень важно. Мы должны воспоминать смерть Его. И это тоже приготовление. мы должны концентрировать себя на это. Мы должны молиться о том, чтобы Господь помог нам отвлечься от всего, что мешает нам, что может нам препятствовать. Мы должны иметь мир со всеми окружающими. Это очень важный момент. Обычно мы говорим, чтобы у нас был мир с Богом и с людьми. Как-то смотрю, один брат у нас такой грустный, печальный, что-то случилось, подошел и говорит, поговорить надо. Ну давай, помолились, что такое? Он говорит, есть проблема, что такое? Ну говорит, не могу участвовать в материальном пожертвовании. А что такое? Ну вот, не получается. Ну я ему сразу наставление, знаете, ну слушаю дорогую. Я думал, он тратит деньги и не может отложить на участие материальном служении. Я говорю, ну написано же, в начале недели откладывай, это не твои, это божьи. Он говорит, да с этим проблем нет. А что такое? Да я их не могу положить. Я говорю, что такая большая пачка? Давай я положу. А он говорит, да нет. Я говорю, а в чем дело? Да я в ссоре с одним братом. Я никогда не думал, что человек может так глубоко размышлять. Хотя печально, что он был в ссоре, но он говорит, я не могу, морально, не имею права. Написано, если идешь в жертву, не унесешь дар твой, и вспомнишь, что брат твой имеет у тебя, оставь там дар твой. Иди примирись с братом твоим. Вы знаете, когда я где-то рассказывал этот пример, некоторым говорят, им даже это нравится, и мне такое чувство, что некоторые хотели бы с кем-то поссориться, чтобы им не класть деньги в сокровищницу. Но Бог не нуждается в деньгах. Бог нуждается в жертве чистой, святой, когда человек из любви к Богу это делает. Братья и сестры, мне бы так хотелось, чтобы наша подготовка сейчас, о которой мы говорим, заключалась не в том, что мы будем напуганы, будем дрожать и так далее. Важно, чтобы то, что мы делаем, испытывая, проверяя, готовились, было из любви к нему. Я просто люблю Господа. Из любви к нему. Если такова цена моего спасения, моего прощения, Господи, пусть назовут это мелочью какой-то, но я несу это в твой след. И я хочу не бесславить, а славить тебя в этой вечере Господней. Я хочу, чтобы ты на подвиг души своей в моем лице смотрел с довольством, чтобы ты видел мой подход к вечере Господней. Друзья мои, как наши отношения с людьми? Иногда нам кажется, что вокруг нас есть сложные люди, с некоторыми нам неинтересно беседовать, некоторых мы обходим седьмой дорогой. я хотел спросить. Вот так, если бы реально перед вечерей одним из моментов испытаний были бы слова из молитвы Господней Отче наш, мы бы согласились участвовать в вечере? То есть, было бы такое условие, и после этого можно участвовать. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам наших. И чтобы Бог вот настолько нам простил, насколько мы простили. И потом участвовать. Вы знаете, Писание говорит нам, если не простит каждый из вас от всего сердца ближнему своему, то и Отец ваш небесный не простит вам грехов ваших. Страшно, правда? Мы иногда вот такие простые стихи знаем наизусть, но практики жизни как трудно иногда бывает, знаете, провести через уста слово искренне от сердца прости. Как-то одна сестра поссорилась с неверующей женщиной. Поношение такое. Виновата была. Ну и у той, конечно, обида, неверующая женщина дошла до брата служителя. Ну давай с сестрой беседовать. Ну слушай, это же бесславие, ну надо применить. А что она? Ну она же неверующая, мне не пойду. Ну Господь, знаете, столько усилий, столько усилий было, чтобы вот эту сестру привести к этой неверующей женщине, чтобы она попросила прощения. И когда она буркнула несколько слов, брат служитель спрашивает эту неверующую, ну вы прощаете ее? Она говорит, да, конечно. И потом она добавила, ну вы же поняли, что она не просила прощения. И брат, который мне рассказывал, заплакал, говорит, я заплакал и сказал, да, я понял. Я тоже понял. Она не просила прощения. Простите. Ради Господа. Она как прощает женщину. Вы знаете, служитель за нее попросил прощения у этой неверующей женщины. Братья и сестры, я думаю, если бы Господь нас так прощал, то мы были бы бедные. Мы же хотим иметь уверенность, правда же? Мы хотим точно знать, что мы прощены и что наше имя записано в книгу жизни. И поэтому, да испытывает же себя человек. Не надо говорить, а вот он пусть придет, я его прощу. Вот пусть придет, покается, на колени встанет. И знаете, мы такие милосердные, мы скажем, прощаем. Прежде прощения. Прежде, чем попросим. я, когда думаю о принципах прощения, я всегда вижу Господа на кресте распятого, который молил Отца Небесного и говорил, отче, прости им, они не знают, что делают. И именно поэтому народ уходил с голгофа и бил себя в грудь, и сотни, которые дирижировали этим распятием, не мог по-другому сказать, истинно человек сей праведник. И разбойник, который висел рядом, сказал, помяни меня, Господи, когда придешь в царствие Твое. Это был Бог. Человек так не может. И Господь хочет помочь нам. Хочет дать нам силы. Он хочет, чтобы мы в вечере Господней, в нашем приготовлении прославили Его нашими правильными отношениями. И это помогает нам готовиться к вечности. В любой момент откроются окна неба. И Господь возьмет церковь с этой земли. И мы поем в одном гимне. Услышны шаги Христовы, они. Будет возвещение, глаз Архангела и труба Божия. Готовы ли вы, братья и сестры? Я думаю, всякая готовность к вечере Господней говорит о нашей готовности к восхищению, к тому, чтобы встретиться с Господом лицом к лицу. Дух и прощение закрывали дверь на небо для человека. И мне хотелось бы, чтобы мы об этом тоже серьезно подумали. Почему мы об этом так говорим? Почему мы подчеркиваем эту мысль? Потому что мы способны сами себя обмануть. Писание говорит, да не обманывает себя человек. это же страшно, правда же? Подойти к дверям рая, стучать туда и говорить Господи, Господи, не Твоим ли именем? Знаете, многие люди там будут, которые сидели на церковных камнях, которые пели в церковных сборников, которые, может быть, даже удивляли кого-то какими-то чудесами и знамениями. Написано, они услышат, я не знаю вас. Это очень страшно обмануться. Поэтому наше испытание и приготовление должно быть в свете его присутствия. Мы не должны угасать Духа Святого. И лучше это сделать сейчас, правда же? Это всегда обман, когда мы думаем, ну все, все, я помню, я отремулирую, я это исправлю, я это сделаю. Но проходит время, и потом опять угошение Духа, холодок, и кажется, да и не так и страшно. Братья и сестры, когда-нибудь в вечности Писание говорит нам, все тайно станет явным. Но то, что будет здесь омыто, не вспоминется никогда. Он грехи наши, написано, бросил за кребет, он и бросил в пучину морскую и никогда их не достанет. Когда я об этом думаю, в моем сердце столько мира и радости. И я думаю в ваших сердцах тоже, потому что мы несовершенные люди, потому что много есть в нашей жизни такого, которым стыдно вспоминать даже. Апостол Павел говорит, таковыми были некоторые из нас, но омылись, осветились, очистились в крови Господа. Пусть эта вечеря будет для нас особым благословением через то, что мы приготовимся как должен, чтобы у нас был мир с Богом и мир с людьми. И чтобы наше участие возвестилось смерть Господа. И чтобы мы были в постоянном приготовлении следующей, следующей и всякий раз, всякий раз, когда мы будем есть хлеб этот и пить чашу сию, мы будем восвещать смерть Господа. У нас есть возможность сейчас еще помолиться. Мне бы очень хотелось, чтобы мы это сделали правильно. Знаете, иногда бывает мы слишком пространно молимся. Я думаю, есть места, где мы можем молиться хоть целый час, хоть два часа. Это долго. Но на церковных собраниях мы должны своими молитвами не угасить дух тех людей, которые побуждают вслух молиться. Иногда у нас молятся одни и те же люди, и они не дают другим молиться. Я хотел бы, чтобы мы были особо послушны сейчас. Может быть, как раз кому-то надо тихо помолиться. А кто-то должен сказать одно предложение. Боже, будь милости ко мне грешным. Может, кто-то уже засох, очерствел. Может быть, кто-то сам страдает от своего неправильного духовного состояния. Может быть, кто-то давно не плакал на груди у Господа. Может быть, жертва голгофы уже не стоит перед глазами живо и реально. Может быть, это просто очередной обряд для кого-то. И вы понимаете, что это слово для вас. И вы не хотите сегодня его бесславить. Вы хотите прославить его чистым сердцем. Это ваше время. Вы можете помолиться. Скажите, что у вас на сердце. Давайте вот так прислушаемся к молитвам и с поведанием слух по гордам. Скажут те, кого Господь побуждает сейчас это сделать. И скажем Аминь, Аминь, Аминь. И поддержим друг друга. И потом подойдем к столу Господню и будем участвовать. Аминь. Склонимся на поле.